ПОЛОДОЕ Понимаешь, я уже не знаю, где найти в этой голове столько смелькалки, чтобы что-нибудь проготовить на этом колочке земли? Один раз рука, нога и все, и больше ничего не было. Рука и нога. Руку не ломал, ты обманываешь. Главное доехало, не утопилось. Попил еще чуть-чуть из речки по дороге, но это не будем всем рассказывать. Ощущения бомбические, вообще позор мне Рука нет, но офигенно Легкая погода отдельно проплачивает, посмотри всегда Нормально, грязи поедешь В одном месте лебедку, не там залебедился и все, вообще отлично шел Берегитесь, все будет жестко Привет, Ютуб, привет, наши подписчики Ребята, я снова рад вас видеть у нас на канале А это означает, что вы сейчас попадете на бомбическое мега квадро-шоу, которое проводит компания Формула 7 Привет, Антон, я рад тебя видеть уже в 150-миллионный раз Давай рассказывай, что сегодня будет, как будет, к чему готовиться людям Слушай, сегодня этап чемпионата Москвы по трофи-рейдам парным Два квадроцикла, два пилота будут бороться за первое, второе, третье место И важно, чтобы они оба со старта вернулись на финиш Даже если один квадрик сломается, все равно надо тащить Ну а завтра, послезавтра еще 4 дисциплины офигенные, интересные, будет все Я понимаю, что квадро-движение стало не таким дешевым, но, ребят, если вы будете сидеть дома на диванах Поверьте, вы никогда не получите такого кайфа, такого удовольствия Так что просто приезжайте, кайфуйте, получайте удовольствие, запасайтесь попкорном Здесь есть специальные места для зрителей, вход совершенно бесплатный Ну а ребята, у которых есть деньги, блядь, не пойму откуда, блядь, ёпта, они сделают все для вас, да Давай Чтобы шоу это было мега-бомбическим В болоте там, скорее всего, никто не будет махать, потому что там спрыжек никаких нет В основном это мы предохраняем вас в зоне спрыжек, потому что там, если 2-3 человека встали, вы едете, не видите, например, вот эта спрыжка Вы из-за угла выскакиваете, вы не увидите там, в реке внизу Слав, ну что, я рад тебя снова приветствовать на этом суперском мероприятии, которое проводит Формула-7 Я знаю, что вы опять что-то подготовили Боже мой, давай, рассказывай, рассказывай Боже мой, я уже понимаю, что я уже не знаю, где найти в этой голове столько смелькалки, чтобы что-нибудь приготовить на этом кулачке земли Ну да, мы нашли новую спрыжку Мы перенесли в этом году модрессинг на новую историю Она будет новая яма, прямая Увеличили трейл, как вы видите, соответственно Усилим большими поворотами, значит, мастерством кантри-кросс И все это, конечно, опять в наши 3 дня бесконечного кайфа Паш, ну давай, расскажи, Слава нам рассказал, теперь я хочу, чтобы ты рассказал Вот именно вот эти вот какие-нибудь кайверзные моменты, которые будут 100% сегодня на этом треке 100% речка будет очень интересной в этом году Это где вот так вот они прыгают прям, да? Нет, где они едут вдоль реки Там сейчас поменялось дно И появилось, то есть намыло очень много песка И для самых вот этих нетерпеливых, которые будут газ в пол отжимать Они будут закапываться Они будут прям садиться вплоть чуть ли не до утопления Отлично, ты нам покажешь это место, чтобы мы приехали туда посмотреть? Да, конечно А насколько я понимаю, я сейчас услышу, что это вообще первый раз То есть вообще, до этого вообще нигде не участвовали, ничего не делали? Ну, я в прошлом году был, в прошлом сезоне, но на кольце Вот давай так, по тому разу А, организация понравилась? Да, все, конечно, понравилось И ты таким образом взял товарищ, что затащил сюда? Ну, естественно, да Паша, ну давай теперь хотим тебя послушать Интересно Ты до этого только в лесу катался? Конечно То есть просто, вот просто как любить Я три года сюда ездил, смотрел на всех, вот Ну так Собирался, собирался, вот собрался Собирался 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слихвой дает эти ощущения, нам очень нравится, поэтому мы сюда регулярно приезжаем Очень все организовано, очень все хорошо сделано, все четко, очень масштабное мероприятие, ребятам респект, кто занимается этим, Славе Макухину особенно Мне только исполнилось 16, поэтому я вот только врываюсь во взрослые соревнования, я очень жду заезда, мне очень интересно попробовать Привет! Привет! Как зовут? Игорь! Привет, Игоря! Слушай, приду, смотрю какие-то вообще отличные мега-бомбические чехлы, расскажи откуда вы взялись, что это такое вообще? Значит, ходили мы бродили, смотрели, есть чехлы какие? Черные, серые, иногда еще желтой пришитой полосочкой, известной всем ранее популярной техники И все, но мы подумали, что нельзя обойтись без яркого классного чехла, когда у тебя супер классный и яркий квадрик Ну слушай, на самом деле чехлы, на самом деле прям, они прям тут же бросаются в глаза На какую технику шьете? Вы сами шьете их или как? Или они уже идут прям сразу в... Значит, на собственное производство Мы изначально вообще производим большие тенты и чехлы для мероприятий И тут, благодаря каналу Чеховские проходимцы, это не на видос сказано, в прошлом году неожиданно покупаем квадроциклы себе, компанию Вот, начинаем кататься и понимаем, что мы не можем, имея классную яркую технику, хранить ее в скучных черных чехлах Нужны классные чехлы, в том числе с логотипом Чеховские проходимцы тоже А можете такое тоже сделать? Да, конечно же, давай сделаем Да ладно, что, серьезно что ли? Давай попробуем А прям, вот любую вообще прям, любой вообще, любой-любой можете логотип сделать? При том, что это будет не нашито, а это прям будет запечатано в ткани изначально И на любую модель квадроцикла? Да, да, все идеально садится, подходит А на снегоходы также, да? На снегоходы мы планируем сделать, в том числе и на багги Вот, но это будет прям вот октябрь-ноябрь На этот раз трасса Кантри Кросс также виды изменена Она отличается от весеннего этапа Протяженность 2 километра Застегивает Застегивает Темп Застегивает Суббан Изберет На десять Ощущение Бомбически Стартанул 15-й, приехал восьмым Самый А с ним Суббан Очищение Бомбически Стартанул 15-й, приехал восьмым Я вот здесь не понял, у кого-то уперся, притормозил, ну впереди в кого-то уперся, притормозил и все, все потеряно. Я стартану, там нормально вообще, ну там в кого-то вот уперся, вон там на дуге притормозил. Молодежь ебанит, мама родная, вот эти парни хуя, да вообще. Ребят, ну что, хочу вам представить, хочу вам представлять, два самых известных гонщика, которые могут быть вообще здесь, на Формуле 7. Поэтому, если вы еще сидите дома на диванах, вы их никогда не победите. Ну давайте, рассказывайте, в чем сегодня будете участвовать, как у вас все проходит, ну и соответственно ваши вообще эмоции вот с Формулы 7. Ну что, Ф7 вообще всегда радует своей организацией, толпой людей, участников. Участвуем во всем всегда, пять дисциплин, сегодня конкретно едем кантри-кросс и модрейсинг в разные классы, завтра будет у нас и триал, и модринг. Мы, как всегда, едем тоже почти во всех классах, но в матринах, часовое кольцо, на АОДЕС едет Леонид за меня, и Макс на Ренегаде едет никто, Леонид за меня. Потому что у меня травма плеча, прошел всего лишь месяц, в кантри рискнул, поехал, сейчас квалификацию прошел, хорошее время, одно из первых. Сейчас попробуем два заезда, трасса, конечно, рабочая, с поворотами такую, напутляли классная, на физуху, так сказать. Два заезда по 15 минут, участников 18 в классе любителей, и в нашем про 10 или 11. Соперников много, все накатаются, поймут, что такое настоящий динамичный кросс, что такое настоящий спорт. И сегодня у нас будет модрейсинг, Леонид и я участвуем, сегодня будет очень классно. Все зрелищные дисциплины сегодня в субботу, ну и завтра будут трофи-кольца и триал. Так что я вам советую не сидеть дома на диванах, собираться, приезжать сюда и просто получать удовольствие от этого мега-бомбического мероприятия. Главное не победа, главное участие, а победа сама придет, надо бороться самому с собой. Здесь инвалиды участвуют даже, а вы дома сидите, вы что, не понимаете? Смотрите, не только один Андрюха может подойти к нам поговорить, вы тоже можете, подходите, мы открыты к общению. Они по-любому, они по-любому, они по-любому, каждому расскажем, что. Еще и помогаем, регулируйте, настроить. Они, да, они вам настроить, они подходите к ни с этим вопросом. И пошел, взлоги, взлоги. И пошел, взлоги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Трасса хорошая, все хорошо, но в конце уже квадроцикл подводить начал, поэтому сдал. Перегрел сон три раза. Я понял, что я вижу, что ты плохо нашел. Он начал, ну, глохнуть, я думаю, ну, как-то не очень будет. Ты второй доехал? Доехал. Отлично, трасса огонь. Палили в этом году очень хорошо. Ну, все, ну, были, конечно, моменты, где не пролили, но нормальный. Вот так палитно, нормально, смотри, видно. А как здорово все, трасса удалось. Трехника выдержала, эти нагрузки. Нормально. Все отлично не подвела. В том году колесо отвалилось. Плохо. Гопча. Позор мне. Гопча. 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 И вот он самый знаменитый, самый ломучий, наверное, человек в формулу СССР. Один раз сломался. Какой один? Два. Когда? Один раз рука. Нога и все, и больше ничего не было. Рука и нога. Руку не ломал, ты обманываешь. Это слава, да. Ну, короче, все равно, ладно. И при этом при чем ты опять приезжаешь? Скажи, что ты меня так манит в это мероприятие? Адреналина не хватает, и все. Скучно порой бывает жизнь. Все уже перепробовали. Но чего-то нужно. Спрошу там прыгаешь, на гидрике катаешь, на лодках, рыбачишь, охотишься. А это такое прям, ух, сердце, знаешь, как стучит, а поджилки замирает, как у котенка. То есть вот именно из-за этого? Ну. Ребят, вот я вам пытаюсь это как раз объяснить. Вот именно ради этого и стоит, и нужно сюда приезжать, для того, чтобы просто получить кусочек адреналина. Получить эти вот эмоции. Просто посмотреть на это все. Просто приезжайте, просто смотрите, просто получайте удовольствие. И, конечно же, надо побороться. И на руках тоже. Первый раз я сюда приехал, наверное, года четыре, наверное, я уже не помню. Я ехал с Питера в Краснодар. Мы из Краснодара. И по пути думал, давайте заедем и посмотрим, что там за гонки такие все. И понял, что я обязательно должен участвовать в этих гонках. И с тех пор мы не пропустили ни одного этапа. Участвовали во всех. Команда Форсаж. Когда первый раз приехал, было страшно. Был мандраж. Очень незнакомое было место. Было непонятно, что, куда, зачем, как ехать. Вот. Но в итоге уже приезжаю, по сути, уже сюда пятый раз. Или шестой раз. Вот. Уже как три года участвую. Приехал уже на расслабоне, половину людей знаю. Настроение супер, настрой тоже боевой. Поэтому не стесняйтесь, приезжайте. Даже кто не катается, всем реально в кайф приехать, посмотреть. Потому что даже для зрителей здесь хорошая организация. Тут корс, сцены. Здесь все очень удобно вполне. И можно встать и посмотреть, в принципе, на гонку. Хоть и грязевая, или там кросс. На Ф7 приехал третий раз. Первый раз, когда приехал, был вообще прям в шоке в таком приятном. Как это все грандиозно и классно здесь, красиво. Второй раз вот по весне приехал. На чемпионате Москвы травмировался. И поучаствовать не смог два дня, ходил зрителям. За лето сейчас восстановился. Форму до конца, конечно, не набрал. Но сейчас поездим, посмотрим, что получится. В целом, наверное, это одна из грандиознейших гонок вообще по всей России. Ну, первый раз, когда я приехал, ощущения, конечно, были незабываемые. Сейчас они чуть-чуть стали, ну, как сказать, поспокойнее. Но тревожно все равно есть перед гонкой. Каждый раз думаешь о чем-то. Какие-то мысли гоняешь. Так, в целом, что готовимся. Там еще подъем очень серьезный. Я знаю. Надо к лесам встать. Ну, не станешь. Месяц назад принимал участие в Самаре. И год назад принимал участие здесь. Просто она до этого всегда, мы катались по лесным дорожкам, там, болотах. Просто обычно как любительница она каталась. А вот все-таки пришло время, и надо поучаствовать. Хочу вам представить, ребят, еще одного участника женской гонки, которая сегодня будет в грязи. Так точно. Да, правильно, это Алена. И знаете, что Алена сделала специально для девочек? Да, или для мальчиков тоже? Да, для девочек. Нет, для мальчиков будет отдельный приз, а для девочек… А, она сделала специально для девочек. Офигенный приз. Это сертификат на проживание в отеле «Феникс» на два дня на двух человек. Все включено. Вообще все. Бани, квадрики, покатушки, все-все-все, все, что можешь себе представить. Поэтому, ну, ты вручишь это той девочке, которая, на твой взгляд, будет, ну, более достойной, или у которой, например, что-то не получится. Не знаю, это мы уж посмотрим. А, давай, наверное, сделаем так. У которой будет самая большая проблема. А, это буду я. Нет, давай, это буду не я. Ну, давай, мы потом совместно решим, мы с тобой совместно решим, что будет там, когда… Да, давай, если я, ты мне не вручаешь. Так что, ребят, давайте так, еще раз. Отель «Феникс» находится… В Ростовской области. И вы туда совершенно спокойно можете приехать вдвоем. Прекрасно, замечательно провести время. Офигенно тусануть, да. Покататься на квадриках, поохотиться, порыбачить. А охота какая на что? Ну, у нас уникальная охота. Мы восстанавливаем охоту с русскими псовыми борзыми. У нас самый большой питомник в России русских псов-борзых. 17 собак. Уникальное зрелище. 26 октября начинаем сезон. Ну, то есть, получается, можно просто походить там с ружьем просто… И с собаками просто. И собака делает все собаками. А зимой? И зимой тоже. А зимой можно снегоходом? Абсолютно точно. И снегоходы есть у нас. Так что, ребят, просто давайте так, оторвемся как бы от гонки. Я вам просто рассказываю, что отель «Феникс» Ростовской области – это мега-бомбический отель. Мы его, кстати, в том году показывали. Ребята проводили гонку. Так что, кто еще не знает, рекомендую вам всем попробовать поехать. И как раз заодно напишите комментарий, были вы здесь или не были. На старт! Внимание! Марш! Мужчина, на старт! Внимание! Марш! Ребята, не выбирайте! Вол very? Я вас не занималась. Первый раз вообще? Третий или четвертый Ну то есть уже не страшно Страшно, я не могу сейчас А как ты к этому подошла Можешь ли ты посоветовать девочкам Другим сюда приезжать и участвовать Однозначно советую приезжать Участвовать, эмоции После того, как ты справился с волнением И стартанул, просто обалденный Ни с чем, наверное, не сравнивать Может с прыжком с парашютом можно сравнить Очень круто, главное собраться И стартануть Три подписчика привет, аккуратно, отойди Ничего, что мы снимаем Сколько девчонок вообще в команде? Одна девчонка, у нас вообще одна Ну потому что пока только так Ну раз ей так все нравится, значит Ей надо найти там еще кого-то у вас Ну все, поняли Мне нравится быть единственной девушкой В команде Мэкстрим Давай так и будет Все лавры ей Ребят, ну а я еще раз говорю, смотрите какая здесь Офигенная, просто мегабомбическая обстановка Здесь все друг друга прям рады видеть Вас никто не говорит, что не надо, не приезжайте Там чем больше народу, тем меньше призов Нет, вам наоборот говорят Приезжайте, катайтесь, получайте удовольствие Просто один раз надо это попробовать Я знаете, там даже знаю людей, которые просто говорят Ой, а как можно вообще в грязь попасть? Как можно вообще в грязь попасть? Тебе нравится там грязи? Прыгнуть на квадроцикле у нее Да, нравится Вот видишь Поэтому просто катайтесь Давайте уже грязь Да, не сидите дома на диванах Поехали Правая или левая? Давай, ты правая, значит, а левая? Все, я правая Ты какой-то берешь? Да, левую Левую? Я правую ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один конечко, давай, не спеши Назад-назад, давай А потом-то куда? Вперед, вперед ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там это настолько непредсказуемо, что сейчас одна девушка застрянет, прокопает там метр клею, и второй заезд будет уже совсем другим, чем сейчас. Из каждого заезда все тяжелее и тяжелее будет становиться, потому что сама каждая лужа будет меняться Это уже по счету какая гонка у тебя? Наверное, четвертая Мы в тот раз у тебя брали интервью, я просто не помню, чем там у тебя все закончилось, если честно, но я хочу, чтобы ты, наверное, опять же, как всегда сказала девочкам, стоит сюда приезжать или не стоит? Надо бояться, потому что, я знаю, у вас уже сегодня 10. Если в тот раз вас было меньше, то сейчас у вас уже 10. То есть мои как бы уговоры, чтобы девочки приезжали, катались по действию. Да. Теперь хочу услышать от тебя. Обязательно приезжайте. Здесь очень весело, хорошо. Бояться нечего. Ты откуда приехала? С Екатеринбурга. То есть, представляете, человек каждый раз приезжает с Екатеринбурга? Правильно я называю, да? Для того, чтобы поучаствовать в этой гонке. Ой, передаю привет всем участникам соревнований. Просто офигенно. Все, классно. А я слезла, я, короче, прыгнула, я смотрю уже. Но я понимаю, что у меня уже квадрик. Все, я начинаю топить, я прыгаю. И у меня вода набирается. Так я думаю, блин, что делать? Блин, мне очень понравилось. Круто. Поначалу, конечно, боялась. Но ничего, нормально проехала. Главное, доехала. Не утопилась. Гонка почему всегда интересная? Потому что, когда мы осматривали трассу, она нам показалась очень легкой. Я говорила мальчикам, как же вы поедете? Трасса такая легкая, чисто для девочек сделанная. Но вы сами видите, что даже девочки уже начали застревать. И поэтому это всегда неожиданность. И непонятно, как развернется событие. Как вообще повернуться событие, в какую сторону. Очень классно. Адреналин просто зашкаливает. Я даже специально не смотрела, какой у меня результат. Я не знаю, какое у меня место. Я знаю, что я в тройке призеров. Но на каком месте пока непонятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держи его, Володя! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо! Давай! ДАВАЙ! Нет, ходом, ходом надо. Вот сейчас смотрю мальчиков. И знаете, какой парадокс? Так что у мальчиков время заезда получается хуже, чем у девочек. Потому что мы всю трассу раскопали, и им сейчас крайне сложно. Я с вами не согласен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята потяжелее. И тяжелее им ехать. Нет, им ехать легче. У них же сильные моторы, сильные мышцы. Понимаете? Они стальные мышцы, железные моторы. А мы так чисто по наитию едем. Куда захотелось, адреналин зашкаливает, мы едем. Девочки всегда едут одинаково, на эмоциях. А мальчики, ну, тоже на эмоциях, но все равно опыт у них есть. Вы умнее прошли. Да? Да, чем мальчики. Наконец-то, наконец-то, мне повезло. Я не утопила квадрик. Причем квадроцикл не мой, а казенный байк-поста. Поэтому по-другому нельзя было. А ты от меня ушел, я там прилип, в начале. А там я заеду. Раньше, кто-то там прилип, кто-то там, потом смотрю, ты в конце последний. Это мой шанс, прыгаю туда, там выезд, напилились. Да, да, выскочил, тебе повезло там. Я там на задних, потому что ты коротыш. Я вот так встал, свечку газ не бросаю, чтобы не перевернуться вроде. Ну, если брошу, знаешь, что назад скатится и не выйдет. На свечке, ба-ба-ба, выехал. Вторая ступенька жесткая. Вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Три дня назад купил квадроцикл. Вот решил попробовать себя воспитать на соревнованиях. Заметил здесь то, что вы как раз все просили, чтобы я вам узнал по поводу отвала. Слушай, насколько я понимаю, вот DimaTorzok, что делает вообще DimaTorzok? Я знаю, там разная толщина, какие-то надо делать специальные проставки, чтобы его как-то крепить. У вас это так же все, как у всех остальных? Или это просто у вас какая-то там своя вот эта вот история по поводу отвала? Вот этот отвал, это именно наша разработка. Нет на рынке таких аналогов. Толщина, да, то есть толщина 4 мм. Рама у него складывается, площадка, все это идет в комплекте. То есть все это сразу идет в комплекте? Да, да. А внизу есть вот это вот, там некоторые делают резинку, потому что у всех как бы кафель там или там? Да, да, да. Вы тоже так делаете? Вот этот отвал, база и комплектация идет без резинки, потому что изначально он в комплектации там не спланирован таким образом, потому что не все убирают кафельную плитку. Тогда резинка продается отдельно, ее можно приобрести, она всегда есть в наличии, то есть к этому отвалу она просто продается. И палатка у нас сдувается как раз. Ну, в принципе, это ничего страшного нету. Ребят, просто я вам говорю за то, что приезжая сюда на Формулу-7, вы совершенно спокойно можете увидеть любых производителей. Очень приятно, что с каждым этапом все больше и больше девочек здесь видишь. Классно, потому что квадроспорт раньше считался чисто мужским спортом, а сейчас плавно переходит в такой, скажем так, для всех спорт. Вот, на это очень приятно посмотреть. Вот, приезжайте, пробуйте, ничего не бойтесь. Катаюсь уже на протяжении там 5-6 лет. Вот, начинала с совсем маленькой техники, а сейчас вот перешла на мощную технику, скажем так. Вчера была очень крутая гонка, было много грязи, была скорость, было очень круто. Вчера соревнования прошли совсем успешно, но я не очень люблю эту дисциплину луза, как она модрейсинг называться. Вот, я очень рассчитывала на сегодняшний заезд, как называется, мадрин. Надеюсь, что сегодня все сложится. Мадрин, как мотроцикл не подведет. В себя верю. Всем удачи. Значит, лебедка, как вы все знаете, пропускается только поднятием троса. Никаких больше других вопросов. Я пропускал, а я не пропускал, а я разрешал, а я не разрешал. Поднятие лебедки, все, все остальное дисквал. Е-е-е! Вот теперь да, вот теперь понеслась. Пошла вода в хату. 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 Трасса огонь, на самом деле, пыльно, но кайф в том, что много поворотов, она техничная, мощность мотора тут не решает, только пилот. Очень было, конечно, круто, очень эмоционально. Трасса очень сложная, правда, но она настолько интересная, что таких моментов я реально никогда не видела. Я давно достаточно участвовала на соревнованиях, и вот такие повороты, это, конечно, что-то новое для меня. Очень тяжело было то, что участник впереди пылил, и ты иногда притормаживаешься, потому что не видишь, а вдруг столб, а вдруг лента, участник, все, кто-то перевернулся, куча всего, но прям супер. Я очень хочу сказать спасибо моей команде, которые подготовили и этот, и предыдущий мой квадр, на котором я каталась вчера, с Несав Николаевичем, Егором Вадимовичем и, конечно же, моему тренеру, посовместись с моему папе. Очень круто, но очень страшно. Первый раз участвовал в такой гонке, скорость, контактная борьба, страшно, девчонки в спину дышат, страшненько. Для девочки рискованно, я хочу сказать, участвовать. Лучше в лужах прыгать. Сюда не надо приезжать, сидите дома на диване. Если вы ногой коснетесь земли, то просто получите штраф. Ленту рвать тоже нельзя, колышки, никакие колышки валить, соответственно, нельзя. Точнее, даже в морде, у нас уже не было дискритигации, или вообще как... Редактор субтитров А.Семкин Ну давай, что расскажи мне, расскажи, что происходит здесь. Как ты прошел? Я смотрю, руки-то уже сейчас сегодня не дрессуют. Да, вот-вот. Как в тот раз. Все, прошел опять супер. Два колышка почему-то дали, хотя я задел только один раз сено и две покрышки. Вот, сняли два колышка, мне времени добавили минуту. Я не понял, к чему, опять результат у меня был лучшее время, 1.21. Я опять лучше всех проехал по трассе, но... А мы сейчас покажем тебе, в чем проблема. У нас же все зависит. А я вот колышки не видел, я задел только сено немного и все, типа. Ну ты же не собираешься заканчивать из-за этого? Да, пособираюсь. Все, да? Все, да. Ну и отлично. Буду кататься. Ну и отлично. Я был рад тебя видеть. Да оставлю перчатку. Вот так вот мы теряем, друзья. Ну, смотрите, он авит. Да. Все очень круто. Кто сомневается, берите, едьте, соревнуйте. Вот все получится. Купил три дня назад, буквально вчера. С семьей прокатился в районе пяти километров. Вот. И сразу записался на соревнования. Проверить себя, проверить технику. Ну и в дальнейшем понравится, не понравится. Восстание машин. А ты что будешь по каске говорить? Вот как так получилось? Ты в дворе стоял и все. Так получилось, что ехали. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, как тебе гонка? Не очень Что такое? Видишь, проигрываю Ну ничего страшного, зато у тебя здоровье стоит Вообще там лужа такая 5 на 5 метров, там элементарная А там ела вот так, вот прям в березках, вот здесь прям последняя Перед выходом Перед спрыжкой в речку Она маленькая, вот такая ее попереку, переспрыжкает там 2 метра А я начал выезжать, у меня привод не работает Я газ не бросаю, чтобы, думаю, вытянул А он у меня сюда еб, просто прям в середину И Миша за мной смотрит, думаю, блин, ну хорошо уже не обогнал Отличное ощущение, отличная трасса Все умытые, нормально Гряди поели Было очень тяжело Стартанул вроде хорошо Но он второй спрыжки, задний привод Покинул чат На трех приводах завершил гонку По итогу, по стаблу вроде третий Уже хорошо, на трех приводах Это результат Очень сложная трасса, кайфовая, сложная, очень тяжелая Прям вот уровень, прям спорт, спорт, турбоспорт Вот, было тяжело, ну мы так любим Ну, единственное, один круг всего, ну и то класс Потом сейчас пошло бы лучше, но не настолько, чтобы в два раза быстрее проехать, а второй круг проехать Добрый день! Мы рады приветствовать всех на F7 Challenge Это мероприятие самое масштабное в центральной России по квадроспорту Трассы шикарные, каждый раз все лучше и лучше Увеличивается и трасса, и виражи становятся интереснее Участников намного больше Я вот вчера буквально смотрела, и уже 135 человек было Это классно Добрый день! Добрый день! Субтитры сделал DimaTorzok Трасса шикарная, понравилась И спрыжки хорошие, и места для лебежения были И болото ходовое такое Так что организаторы молодцы, мне нравится Блин, вот прям в одном месте лебедку Не там залебедился и все, вообще отлично шел Это сумасшедший какой-то Честно, я когда что-то, вроде ходишь, смотришь, вроде ничего Подъезжаешь с воды к ней, там просто вот на второй этаж надо поднять квадроцикл И это жесть Огонь Красавчик О, супер вообще Вроде как десятый, два круга проехал, но сочетали один Супер гонка, спрыжек дофига, страшно, но интересно Класс, все здорово Вообще супер Жестко, но супер Подбила лебезка, три раза порвала Первый круг я проехал, что-то Подъезжал сюда, было 23 минуты Сейчас приехал за 2 минуты Да, окончательно То есть где-то за 20 минут, за 21 Ну, под конец уже включил второе дыхание Была бутылочка воды, все выпил Попил еще чуть из речки по дороге Но это не будем всем рассказывать А так все нравится, все супер Димон, Димон, ну чего? Ну, я видел, ты прям выбрался, ты молодец Я выбрался, забрался, выбрался вновь И вновь опять забрался Разрезая своим, так сказать, килем от Ямахи Вот эти все лужи, броды Уперся сюда, вот понимаешь И тут выходит судья и говорит, ваше время закончилось Вот, а я финишировал в третьем потоке И у меня вопросы Ну, ты знаешь, кому их адресовать, кстати А я уже задал их И что? И что? Самый гуманный суд в мире Сказал, что он учтет все пожелания И, конечно же, будет на стороне участников Ждем в шатре Повод есть, короче, мясо жарим, кушаем, все хорошо Спасибо Не выиграли, но за то вам прекрасно поехали Спасибо компании Формулы 7 и лично Красавчики Красавчики, как всегда, хорошо Погоду проплачивает он всегда отдельно Лёха, погоду отдельно проплачивает Посмотри, всегда Ну, первый раз здесь Первое впечатление, это круто Мощно, сильно На высшем уровне А вот теперь пистолет Побежали Сейчас важно завестись Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Питали, давай! Парадик! Парадик! На работе, на суете, физкультура, тренировка А в носу никто не изговоряет А в носу都 неизвольно Парадик! На этот момент Он уже не95 injections Рыял Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехал в проф, но это кайф, это совсем другой уровень, это совсем другая трасса, просто класс. Положение у соперников, трасса крутая, организация крутая, я доволен. Проехал три круга, для меня это прям событие года. Сегодня у нас первый номер, выбрал очень правильную резину, по трассе как раз, всех наказал, молодец. Пока-пока. Коль, здорово. Коль, здорово. Да нет, он не успел. Нет, он не успел. Там 40 секунд были, емой. Там лепёдка нас перегородили, прям всю дорогу. Последняя лужа, там удалась непросто. Впереди идущий квадроцикл перевернулся и перегородил всю дорогу. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...